всем привет привет уважаемые зрители моего канала сегодня хотелось бы поговорить о такой проблеме как не растут цыплята бывает такое что все цыплята растут хорошо один как говорится заморожь так я так сейчас приоткрою чтобы было видно спрашиваете что делать как быть и так далее чаще всего бывает то что одного цыпленочка могут просто оттеснять от кормушки от поилки вы этого можете не замечать но в результате через какое-то время понятно что есть такие так называемые заморожье которые отстают в развитии чтобы я посоветовала в этой ситуации ну естественно отсадить таких цыплят вот у меня здесь три цыпленка явно видно да вот они у них и спинки плохо оперенные вот эти два хороших может принципе вернуть на место вот тут 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 вот так значит вот раз два три ой все ребят прикрываю прикрываю так вот так рассказывать значит что мы делаем естественно отсаживаем этим цыплятам оставим обязательно витаминную пропойку но все пришли речек отойди витаминную пропойку ставим у меня в данном случае стоит чектоник и я их перевожу на корм для более младших то есть если сейчас им положено по возрасту пк-6 то этих я перевожу на пк-5 так как известно да стартовые корма они самые питательные они более питательные там больше протеинчика поэтому переводим на пк-5 в общем-то как правило такие птички очень быстро восстанавливается когда они не ущемленные когда у них есть доступ постоянной кормушки и поилки в общем-то достаточно быстро процесс восстановления проходит если только это не какая-то аномалия или какие-то больные органы мы же не можем мы же не можем поставить диагноз птицы который в общем-то ну у нас нет такого до в оборудовании таких возможностей вот это эти 5 птичек они все ровесники все ровесники причем вот эти две черные которые нормального размера это самки а вот светленькие самцы и вот настолько они отстают в общем то понятно да что делать какая скорая помощь нужно таким кстати веселый сенький но естественно неправильно он недополучает то что ему нужно можно дать витамины в масле прокапать индивидуально в клювик можно вот такие комплексные витамины с аминокислотами обязательно вот и в общем то как я сказала уже корм вот именно в такой ситуации видно да что не хватает протеина вот этим товарищем не хватает белка то в таком возрасте уже можно и дать и яйцо вареное я вот вчера давал им рыбку вареную купила потасу самую дешевую и они прекрасные лиц сарить вот это вот 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 там в углу так как мне крышку держать вот в углу видно то что она но психологически она подавлена то есть вот сейчас открыта крышка и она пытается спрятаться потому что постоянно видно вот где-то так в углу отсиживалась вы выходила они против прочего очень хорошо чувствуют кто боится кого можно победить легко они вот таких вот как раз таки начинают тюкать еще дальше дальше загонять вот вам пример пять птичек какой разный возраст о имени возраста развития и вес ничего страшного обычно такие птички после того как набираются силы физической они достаточно быстро нагоняют течение месяца они выправятся и уже конечно будут вести себя совсем по-другому они будут более спокойные равновешенные и прекрасно вливаются в стадо как подсаживать в стадо птиц это наверное будет отдельная тема потому что сейчас вы начнете докупать птицу и постоянно постоянно будет этот вопрос как подсадить к старым новеньких и наверное я об этом сниму отдельно видео потому что будете спрашивать мне очень удобно снять на какой-то вопрос видео который вы часто задаете и просто вам потом давать ссылку чтобы вы переходили и смотрели еще друзья хотела ваше мнение спросить на моем канале давно давно когда-то я снимала ролики с которыми в принципе я сейчас согласна и они очень даже полезны и я очень часто на эти видео делаю ссылки но вновь поступившие как говорится вновь подписавшиеся естественно туда не лезут туда не смотрят что что было два года назад на канале вот я хотела бы эти ролики перезагрузить то есть поднять их сюда повыше для того чтобы вы тоже их посмотрели и вы в общем то знаете но очень многие кто не знает и не видел потому что подписывается в месяц около полутора тысяч человек естественно всем и каждому сложно объяснять и давать ссылки на какие бы то ни было ролики очень много вопросов по инкубации сейчас объясняю что можно зайти в плейлист посмотреть но как то вот это не доходит а вот не то что не доходит просто может быть мимо ушей пропускайте что есть плейлисты есть отдельный раздел по инкубации и в общем то там можно на многие вопросы найти ответы конечно быстрее проще задать автору канала вопросы получить на него ответ но вы понимаете когда я отвечаю в комментариях я так развернуто не могу ответить то что это ну очень долго и на нет на времени и так вот такие вот перезагрузки видео мне кажется они были бы очень даже актуальны на сегодняшний день вот по инкубации очень много вопросов после инкубации сейчас буквально начнется шквал по пропойкам потом по болезням ну и так далее суставы по носу это все пойдет а вот по вопросам приобретения птицы тоже будет очень много вопросов по вопросам вопросов но ничего в общем понятно да где купить что их и как это тоже будут вопросы задаваться постоянно ну в общем то я считаю что можно некоторые ролики вот таким образом поднять и так и так на чем мы сегодня с вами акцентрируем внимание это на цыплятых заморышек то есть первую очередь отсаживаем даем более продукции более насыщенный корм даем под кормочку пропаиваем витаминами ждем месяц и выпускаем в общее стадо вот на этом наверное мы с вами сегодня и остановимся так вчера вчера девочки большое вам спасибо вчера приезжали девчонки и на приехал из-за из анапы привезла мне огромную рыбину я ее убрала пока в холодильник а большое спасибо было все это на бегу я даже толком не успел поблагодарить огромное спасибо такую рыбу конечно мы здесь никогда не покупали и не ели рыба называется катран выглядит вот так вот вот такой огромный таз в объеме то есть такая рыбинца интересная похоже на крокодил вся в шипах чудо чудо так большое спасибо и прошу отпишитесь как вы доехали своей птицей вот из анапы приезжали гости ну и леночка моя давняя знакомая тоже приезжала за петушками тоже лен огромное спасибо не успела с вами толком пообщаться потому что люди 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 и в общем то вот так вот а вы так издалека приехали а мы не успели даже потрепаться девочки всех вас люблю целую удачи вам скай ваша птичка растет вас радует у всех пускай птичка растет и вас радует всех с весной всего вам доброго до новых встреч